Итак, друзья мои, у нас сегодня тема, которой я хотел бы, чтобы она могла и запечатлится в наших сердцах, и чтобы она сегодня открыла нам. Каким же образом мы можем иметь радость в Господе, испытывать счастье, испытывать удовлетворение в этой жизни вместе с нашими семьями, вместе с нашими детьми? Я приглашаю вас открыть послание апостола Павла к Римлянам, 14 главу, и будем читать пятый текст. Послание апостола Павла к Римлянам, 14 глава, и пятый текст. И здесь записаны такие слова, удивительные слова, которые написал апостол Павел. Ибо иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вы знаете, многие христиан под этот текст и подобные тексты приводят в некоторое смущение, когда они задают себе вопрос, неужели нет разницы, какой день мы святим, какой день поклоняться Богу. Продолжим то, что апостол Павел писал. Послание к евреям, 4 глава, 4 текст, говорит нам такие слова. Апостол Павел также продолжает и говорит, так, 4 глава, послание к евреям, 4 текст. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Апостол Павел как точку поставил, что Господь почил в этот день, что Он благословил этот день, что Он осветил этот день. Но седьмой текст подрывает авторитет четвертого, казалось бы. И Он говорит, то еще определяет некоторый день ныне. То есть Бог святил седьмой день, Он покоился в этот день, но сегодня уже Бог определяет некоторый день ныне, то есть другой какой-то день. И этот текст приводит людей в смущение. Книга Откровения, 1 глава и 10 текст, говорит нам о том, что Иоанн писал. «Я был в духе», особенно в русской Библии написано, «Я был в духе в день воскресный». И написано, и слышал позади себя громкий голос, говорящий, «Друзья мои, неужели действительно сегодня Бог определил некоторый день ныне, другой день, который необходимо святить?» А послание апостола Павла к Колоссянам приводит в смущение очень многих также людей. И вот мы читаем такие слова, 16 и 17 текст. Итак, «Никто-то не осуждает вас за пищу, питье или за какой-нибудь праздник, или новомесячье и субботу, ибо это тень будущего». Скажите, пожалуйста, вас это приводит в смущение или нет все те тексты, которые мы прочитали? Конечно, дорогие мои, когда мы не исследуем Священное Писание, а читаем только некоторые тексты из Библии, то мы находим, что действительно это проблематично. Сегодня отличает один день от дня, другой не отличает день от дня. И апостол Павел в послании к Римлянам 4 главе и 5 тексте, Он говорит, что нет проблем. Если вы хотите святить пятницу, святите пятницу. Хотите субботу, святите субботу. Хотите воскресенье святить, святите воскресенье. Какая проблема? И кто как хочет, так и может святить. На первый взгляд казалось, что это действительно так. Но помните, дорогие мои, что говорит нам Священное Писание. Бог никогда не был Богом ни устройства или беспорядка. У Него все стоит на своих местах. И когда мы с вами открываем Священное Писание, мы находим, что Бог действительно благословил и осветил седьмой день. Но мы читаем, апостол Павел говорит, что кто различает, для Господа различает. Кто не различает, то для Господа не различает. Сегодня я хочу спросить всех взрослых. Поднимите, пожалуйста, свою правую руку. Спасибо, вы так робко поднимаете. Вы не левую случайно подняли? Когда ребенку один год, и он не знает, где правая рука, а где левая рука. Это нормально? А когда его в военкомате спрашивают, поднимите правую руку, и он поднимает левую. Что подумают психиатры? Итак, когда мы с вами читаем Священное Писание, Бог говорит нам, что есть дни, которые мы должны четко различать. И мы должны понимать, где левая рука, а где правая рука. Где субботы Господни, а где субботы людей, которые они соблюдали. Во 2-й книге Паралипоменон, 2-я глава и 4-й текст, мы читаем удивительные слова, о которых говорил именно апостол Павел. 2-я книга Паралипоменон, 2-я глава. И мы читаем 4-й текст. Когда Соломон уже был в храме, когда он его посвящал для Господа, и он сказал так, и он просил, чтобы Господь благословил этот храм, чтобы постоянно там были хлебы-предложения, и возносит там всесожжение утром и вечером, в субботы и в Новомесячье, и в праздники Господни. Мы очень серьезно должны подходить ко всем библейским текстам, когда исследуем их. Потому что Библия открывает, что есть суббота Господня, которая никогда не меняется. Но были моменты, когда праздник Пасхи или другие какие-либо праздники, они выпадали на средину недели, то есть на среду или на четверг, и они также называли их субботами. Поэтому апостол Павел и говорит о тех субботах, которые выпадали на среду или на четверг, не о субботах Господних. И он говорит, кто хочет святить, пожалуйста, вы можете святить среди недели, кто не хочет святить, можете не святить. И апостол Павел говорит, один различает день от дня, другой не различает день от дня. И в этом нет проблем. Итак, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы могли сегодня посмотреть на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, который жил в нашем мире, который трудился, который святил день святой субботний, и как он проводил этот день. Фактически, первая глава Евангелия от Марка, она как раз и повествует о том, каким образом Христос проводил весь субботний день. Только по одной главе Евангелия от Марка можно определить его отношение к субботнему дню. У Иисуса Христа святой была суббота. Это было обыкновение, это была привычка, это был стандарт, это было правило его жизни. И он говорит, не думайте, что я пришел что-то изменить. Не изменить я пришел, но исполнить. Итак, первый момент, который должен быть в жизни всех христиан. Я сегодня хотел бы призвать всех, кто находится в этом зале. Я хотел бы призвать всех, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире. Я хотел бы попросить всех вас, дорогие друзья, давайте будем честными в этот день и каждый день перед Богом, перед Библией и перед собой. И мы дальше пойдем с вами изучать Священное Писание. Евангелие от Марка. У кого есть Библии, откройте эту книгу, Евангелие от Марка, первую главу. И мы будем читать с вами также первая глава и 21 текст. И приходят в Капернаум вместе со своими учениками, с Петром, с Андреем и другими работниками. Приходят в Капернаум, небольшой город. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и начал учить. Друзья мои, это первое, что должно быть в нашей жизни. Суббота дана не для того, чтобы мы просто в праздности проводили время. Первое, что Иисус Христос сделал, это каждое субботнее утро. Он приходил на богослужение, чтобы провести вместе время. Я смотрю на наших детей, которые пришли сюда. Какие они счастливые. Они уже ждут, когда же будет детская история. Друзья мои, это счастье не всегда могут получить дети, если просто будут спать дома или будут просто отдыхать. Но они счастливы от общения друг с другом. Написано, что Иисус Христос пришел в синагогу и он начал учить. Евангелие от Луки, 4 глава и 16 текст. Никуда не выбросишь этого текста, в котором говорится о том, что у Иисуса Христа было обыкновение, привычка, стандарт, которым он пользовался. И здесь говорится. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и по обыкновению своему в день субботний вошел в синагогу и встал читать». О чем это говорит? Когда он еще был в восьми дней, он уже был в храме. Когда он был еще маленьким, родители его брали в синагогу, и он был вместе с ними. Он участвовал в богослужении. Он знал, где какая книга в свитке находится. Он знал, какие библейские тексты там написаны. Он знал библейские тексты наизусть. Как это важно, чтобы наши дети могли изучать Священное Писание с самого детства. Я приглашаю дорогих родителей, которые есть. Если у вас есть маленькие дети, не ждите, когда они вырастут, чтобы привезти их в церковь. Я обращаюсь сегодня к родителям и прошу вас, дорогие родители, когда вы находитесь дома, старайтесь сделать все возможное, использовать каждую минуту для того, чтобы духовно воспитывать наших детей. Однажды один человек, который уже вырос, и он говорит, «Когда я стал уже отцом, и я наконец понял, когда у меня родился маленький ребенок, когда мы долго не спали по ночам, и нужно было носить этого ребенка, заботиться о нем, кормить его». Говорит, «Когда я не досыпал, я только тогда понял, почему мой папа так любил играть со мной в мавзолей. Он был Лениным, а я охранял его». И так проходило время. Но когда этот малыш уже вырос, и он понял, в чем было дело, дорогие мои друзья, дорогие родители, когда вы приходите домой, открывайте Священное Писание, слушайте Священное Писание, говорите о Священном Писании, потому что когда Христос вошел в синагогу, она для него не была чуждая, он был у себя дома, он знал каждый угол в синагоге, он знал каждого служителя в синагоге, он знал, где находится место, где необходимо читать. И это первый момент, Иисус Христос посещал богослужение. Второй момент, Иисус Христос был активен очень в служении. Евангелие от Марка, первая глава, и 21 текст, мы продолжаем читать эти слова, и здесь написано, и приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу. Он не просто сел, а он начал учить. То есть он принимал участие. Как приятно было, когда сегодня чудесное пение мы слышали, когда мы принимаем участие, когда наши дети принимают участие, когда они рассказывают библейские тексты, когда они рассказывают стихотворение. Об этом же апостол Павел также неоднократно писал. Первое послание Коринфянам, 14 глава и 26 текст. Послание апостола Павла Коринфянам, 14 глава и 26 текст. И апостол Павел говорит, «Итак, что же, братья, когда вы приходите на богослужение, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть что сказать, есть откровение, есть истолкование. Все сие добудет к назиданию». Богослужение во всех молитвенных домах, оно должно быть живое. Люди должны, приходя, испытывать радость и счастье. Дети, которые приходят на богослужение, они должны понимать, что это их второй дом, куда они приходят. И мы находим с вами, Христос приходит в синагогу, Он уже читает. Когда в 12-летнем возрасте Он пришел в храм, Он знал, о чем говорить, потому что мама, понимая ту миссию, которая возложена на нее, она использовала каждую минуту, чтобы вложить в Его уста, в Его разум, в Его уши те слова, которые записаны. На страницах Священного Писания. Дух пророчества говорит о том, что мамы являются самыми великими миссионерами для своих детей. Сделайте это в своей жизни. Следующий момент. Иисус Христос посещал синагоги не только в своем городе Назарете, Он посещал другие синагоги. Это ему интересно было, это приятно, это радостно было, чтобы пойти в другое место, чтобы там посмотреть, как там проходит служение, как там встречаются люди. Евангелие от Матфея, 12 глава, и 9 текст, говорит нам такие слова. Евангелие от Матфея, 12 глава, и 9 текст. И отойдя оттуда, с 8 текста начнем, ибо Сын Человеческий есть Господин с субботы, поэтому он как раз и показывал пример. Он у себя был в синагоге, написано, и отойдя оттуда, из этого места, он пришел в синагогу их, то есть совершенно другое место, откуда были его друзья. Если вы находитесь, являетесь членами церкви в одной общине, изредка, иногда посетите другую общину, чтобы увидеть там богослужение, познакомиться там с людьми, вы духовно будете расти. Так делал наш Господь Иисус Христос. Итак, Он посещал в другом месте синагогу. Они проходили через засеянные поля, то есть путешествие было довольно-таки продолжительное. Они когда шли по полю, они видели этот урожай красивый, который уже созревал. И Иисус Христос говорил притчи, то есть они не говорили об экономике иудеи, они не говорили о политике иудеи, а в субботу они заняты были духовными вещами. И Иисус Христос говорит притчу, вот вышел сетель-сеетель. Одно зерно упало на каменистые места, другое на добрую почву и так дальше. То есть Христос всегда это применял к духовным вещам. А уже придя в эту синагогу, он увидел человека, у которого была сухая рука. Как больно было, как тяжело было, когда он видел, что другие могут трудиться, работать. И Священное Писание подчеркивает, что это была не левая рука, это правая рука была. Этот человек мог отличить, где правая рука, а где левая рука, но правую поднять он не мог. Трудиться ею тоже не мог. И вот мы с вами находим, что Иисус Христос приходит туда, и Он видит этого человека. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. И что Иисус Христос ответил? Можно. И Он подозвал этого человека и сказал, протяни руку вперед. И Он протянул руку. И написано, она стала здоровая. Мало кто обрадовался в синагоге, кроме Иисуса Христа и этого человека, который имел сухую руку. Но какое счастье было, когда наши дети на день рождения получают какие-то подарки, и они сразу бегут и показывают, посмотри, что мне подарили. И Он неделю носится, чтобы показать, как это чудесно. Вы можете представить себе, какой подарок получил этот человек, имеющий сухую руку. Друзья мои, это даже не автомобиль, это даже не дом. Он готов был все сделать для того, чтобы эта рука была здоровой, но не мог. Иисус Христос дарит ему такой чудесный подарок в субботу. Дарите своим детям субботние сюрпризы для того, чтобы дети могли ощущать вот эту радость святого субботнего дня. Дети никогда не забудут. Сегодня, когда наши дети выросли, мы спрашиваем, вот что вам помнится из вашего детства, когда мы встречали субботу? И они говорят, это субботние сюрпризы, что-то небольшое, но дети ждали точно так же в очереди, когда будет садиться солнышко, как и наши дети сегодня в этом зале. Это для них был очень большой праздник. Итак, мы начали с вами говорить об этом, что Иисус Христос проводил исцеление особенно нуждающихся людей. Я бы хотел обратить внимание только на некоторые моменты. На купальню Вефезду. Человек, который 38 лет находился там. Запах такой был, что там невозможно было подходить на большом расстоянии к этому человеку, купальню Вефезда. Там находилось множество людей, которые ожидали этого сюрприза, но не от Христа, а от воды, которая там возмущалась. И мы находим с вами, что Иисус Христос подошел к этому человеку и говорит, хочешь ли быть здоров? И Он так хотел получить что-то радостное в субботу. Вот этих больных людей уже даже не тревожила ни суббота, ни заход солнца, ни восход солнца, ни то, что происходило вообще в политике, экономике страны. Их интересовало, чтобы выздороветь. Вот когда Христос сказал, встань, возьми постель твою и иди. Какое счастье Он испытывал, когда Он почувствовал, что в Его ноги окрепли, что в Его мышцах начинается движение, Он может ходить, Он может говорить, Он может трогать других людей, Он может обнимать. Какое это было счастье! Но какое несчастье было, когда законники подошли к Нему и сказали, нехорошо носить в субботу эту постель. Скорченную женщину, которая не могла никак выпрямиться. И Иисус исцелил именно в субботу и принес ей радость. Посетите тех людей, которые, возможно, несколько лет уже не могут приходить на богослужение. А, возможно, это ваша соседка, которая никогда не была на богослужении, но страдает. А может, это ваш родственник. Друзья мои, именно это делал Иисус Христос. Мужчина, который пришел к Иисусу Христу с водяной болезнью, Иисус Христос также исцелил его. И многие другие чудеса Иисус Христос сделал именно в субботу. Следующий момент. Иисус Христос ходил в гости к людям, которые приглашали его. Сегодня наши дети говорили о гостях и слушали, вернее, рассказ о гостях, как себя вести в гостях. Но интересно, что Иисус Христос, посещая людей, Он всегда им давал наставление. Евангелие от Марка. Мы читаем 1 глава и 29 текст. И мы читаем с вами такие слова. 29 текст. Выйдя из синагоги, то есть, он был в синагоге, он там читал, он слушал, он общался с людьми, а выйдя из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Андрей, Иаков и Иоанн, Петр, они пригласили Иисуса Христа. Пойдем к нам домой. Но Петру так хотелось, чтобы Иисус Христос пришел к нему домой, ведь там же была теща больная. Температура была у нее. И он так хотел, чтобы она была здоровая. И можете представить себе, когда женщина больная дома, скажите, пожалуйста, на что похожа кухня. И вот, когда они вошли домой, а кушать то, не особо было там. И Петр переживает об этом. Иисус Христос вошел в комнату, где лежала теща, поднял ее. Петр обрадовался, стол накрылся, и они хорошо пообедали и хорошо провели время. И на этом еще не было окончания, потому что провел там целый день. Я думаю, что сегодня наступила эпоха, когда люди умеют общаться только в интернет-ресурсах различных. Когда они общаются в скайпе, когда они общаются через социальные сети. Но общаться лицом к лицу очень проблематично в настоящее время. Друзья мои, Иисус Христос посещал, хотя тогда не было ни скайпа, ни социальных сетей. Иисус все равно посещал бы людей в то время, если бы это было. И Он старался все сделать для того, чтобы люди слышали Его. Он целый день провел в Капернаумии. 32-й текст говорит нам о при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных, бесноватых. И весь народ собрался к дверям. И вот там Иисус Христос с ними общался. Но хочу сказать для тех, кто сегодня старается светить не субботний день, а первый день недели. Друзья мои, после такого дня субботнего, насыщенного, красивого, в воскресенье утром, Он рано очень поднялся и пошел, чтобы молиться. Но не в синагогу, а пошел далеко в пустынное место, чтобы там молиться. Итак, друзья мои, Господь жил на природе. Он старался действовать, Он старался показывать людям, как необходимо светит субботний день. И 3-я глава Евангелия от Марка, 7-й текст, говорит нам, что Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, и Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и Зайордана, и так дальше. Это происходило так же в субботу, когда Он проводил время на природе. Возьмите своих детей, поведите их на природу, покажите им красоту творения Божия, чтобы они понимали, что Господь сотворил этот мир. Какой же день сегодня нам необходимо светить? Послание к евреям 4-й главе и 9-м тексте мы читаем такие слова. Посему для народа Божия еще остается субботство. Мои возлюбленные, я сегодня обращаюсь ко всем христианам, которые находятся в этом зале, которые смотрят нас. Для народа Божия, для вас, дорогие мои, еще остается святость субботнего покоя. И в книге Исход 16-й главе 23-м тексте мы читаем такие слова. Что необходимо варить? Варите в пятницу. Что необходимо печь? Пеките в пятницу, чтобы у вас суббота была праздничным, красивым, прекрасным днем. И в книге пророка Неемии мы читаем такие слова, что когда Иерусалим отстраивался, то жители других городов, которые не были иудеями, которые не имели понятия о живом истинном Боге, приходили в Иерусалим и старались торговать там в день субботний. И Неемия говорит, что это не тот путь, по которому должны ходить христиане. Что нужно покупать? Покупайте в пятницу. Что нужно продать? Продавайте в пятницу, во вторник, в четверг, в среду, любой день. Суббота это полный покой. текст, который мы прочитаем. Записан в книге пророка Исаии 58 главе 13 и 14 текст. Мы читаем такие слова. Книга пророка Исаии 58 глава 13 и 14 текст. И Господь говорит, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы Господней от исполнения прихотей твоих, то есть они в сторону уходят, во святый день мой, это святой день Господен, не тот, который принадлежит людям, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем чествуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить», и он говорит дальше, «То будешь иметь радость в Господе». И Господь говорит дальше, обращается и говорит, «Восстань, светись, Иерусалим!» Написано, «Мрак покрыл землю, ибо написано, да, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь». Дорогие мои друзья, больше 1700 лет уже люди святят не тот день, который Господь установил, который благословил, который Он осветил в 321 году. Нас обманули, наших предков, наших дедов, наших прадедов обманули на весь мир. Император Константин установил, что в этот день солнца люди должны отдыхать. Это был первый шаг к нарушению Святого Субботнего дня. Сегодня пришло время, когда все христиане должны особое внимание обратить на то, чтобы проводить именно субботний день святости и Бога поклонению, потому что именно Библия говорит об этом. И когда я однажды был в Африке, я встретил одного человека, который прошел 120 километров, и он говорит, мне был сон дан, что в таком-то месте проповедуется истина. Он пришел на это место, я ему проповедовал, и он принял крещение и заключил завет с Господом три дня, пятница, суббота и воскресенье. И он услышал весь о субботе и принял ее в свое сердце. Сегодня мы являемся восстановителями развалин. Пусть Господь благословит нас, каждого, чтобы мы могли из этого дня сделать праздник, радость и счастье для нашей семьи, потому что когда Христос придет, мы и в вечности будем славить Его святое и великое имя. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой и любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе за слово Твое, за святость субботнего дня. Помоги нам, Господи, быть всегда верными Тебе и следовать слово Твое искренне и честно, и чтобы мы были всегда послушны Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа молимся к Тебе. Аминь. 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 Аминь.